Привет! Куча просьб было после видео с Денисом Рэмом про автомобиль до 1000 евро посмотреть как раз таки что-нибудь до 1000, но отечественное. Я в том видео объяснила, почему не стала смотреть отечественное, потому что все иначе, что бы мы смотрели, было бы исключительно отечественное, потому что 80 тысяч рублей, но в том случае 90. Это, конечно, бюджет крайне малый для иномарки, но тем не менее, раз просите, реагирую. Мы с Максом, Максим Шелков, у него есть свой канал на YouTube. Мы с Максом поехали смотреть российские, наши отечественные автомобили, в этом случае даже в нашем случае советские, да, получается? Да, так что. Хоть она и 2007 года выпуска, за 80 тысяч рублей. Это будет пятерка Жигули сейчас. Настоящая классика. Ну да, настоящая классика. Ну вот вы и увидите, что предлагается за 80 тысяч. Это всего лишь один из вариантов. Мы будем смотреть много. В этом видео вы увидите этот вариант. В других видео посмотрим десятки какие-нибудь. Посмотрим, может, Калины можно за эти деньги купить. Хотя что-то я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Я думаю, скорее всего, мы будем до 10-11. Ну, в общем, мы еще отечественные машины посмотрим до 1000 евро, раз уж это интересно народу. И сейчас смотрите видео нашего первого просмотра данного автомобиля. Это «Живая машина» и «Живое объявление». Пока! Ну, вы знаете, я ее брал себе, точнее, хотел взять себе. На самом деле машина не моя. Я у нее был бы третий хозяин. Ничего себе. То есть вы не новую, да, получается, ее покупали? Нет. Машина прошла 26 тысяч или 27 тысяч. Какие-то копейки. Вот у нее с ней заниматься возить сейчас некуда. А с ней возиться надо, да? То есть она сломанная какая-то или нормальная? Нет. Она нормальная машина. Там единственное, что надо, полировать не нужно. Ну, как, полиролю помазать, протереть прядку. Ух ты, мать моя. А она уже конченая, да, по кузову? Сильно ржавая. Вы говорите полировать. Нет, она не ржавая. Куда-то поверх ржавчины же не полируется. Она не ржавая. А вот, смотрите. Вот это место. Оно как бы даже не просто ржавчина, а уже все, вспучивание пошло. Это только это место. На самом деле она такая хорошенькая машина. Почему я ее... Да, душенькая. Здесь хорошенькая. А можно вот эту сторону я уберу? Да, да, конечно. Ну, как-то хоть посмотреть. Ну, хотя, на секунду, я перенослю еще. А она стоит давно, да, судя по всему, не ездит именно. То, что это не ездит, да, она давно. А давно пробовали, она хоть заводится? Нет, сейчас, наверное, она не заведется. Потому что аккумулятор... А, вот, господи. Что у меня здесь стоит? Ну, вы вообще видели, да, что она у вас по объявлению-то далеко не самая дешевая идет? Да, тут, слушай, тут капец уже со ржавчиной. Я ее забирал со штрафа. А стоял осторожно. Я ее забирал со штрафа. Смотри, да. Ага. А за штрафстоянки, а что со стеклом-то, в нее пуляли, что ли? Да, за штрафстоянки ее и стреляли. Ничего себе. Лена, наверное, наступила на поле. Да, 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 все, я с него сползла. Я увидела, что я на него встала, извините. Подождите, так ее вскрывали, что ли? Нет. У нее же, вы видели, у нее с личинками что-то? У нее там, это вообще отсутствует личинка? Да, на багажнике. На багажнике. Здесь запасная, там она куплена. Ага. А вскрыли, что ли, да, багажник в какой-то момент вскрывали? Макс, покажи, это не видно. Не видно, что скрывал. Ну, что-то я вам честно скажу, как-то она на 26 тысяч не особо тянет вам, да, как ты считаешь? Да, на кончик. Может, у машины на 26 тысяч такая беда случится? Вон, посмотри, что есть. Ты посмотри, он туда. Вот эта вот штука вообще вам провалилась. Как-то мы рассчитывали на несколько иное состояние. И у нее же, я не пойму, у нее демонтировали обшивку зачем-то, да? Она не оригинальная, идет, похоже. Подождите, давайте я гляну. А что по деньгам? 85 у вас там написано. А 80, да, извините. Ну, это как-то такая цена. Ну, в смысле, с торгом? Конечно, с торгом. Ну, вопрос, что хорошо бы знать, чтобы вы ее как-то завели и хотя бы попытались завести. Ну, давайте я попробую. Сейчас, если... Она, конечно... А, вы хотите прикурить? То есть, о ком думаете, мертвый, да? Аккумулятор мертвый пробовали. Ну, давайте я попробую сейчас. Ну, попробуйте стартануть. Не, ну, мне кажется, так мучиться-то не надо. Ну, вот, что-то получил-то мы ее. Можно, чтобы проворачивались. Ее почему-то пытались скрыть, не знаете почему? Ну, это я вот, собственно, с ней мертвый. К тому боку, блин, вообще не подойдешь. Послушаем. Ну, что-то я, так сейчас, скажу, ограниченную. Мы ехали покупать, прям, хорошие автомобили. Ну, люди... А багажник вообще открыть можно, теоретически, хотя бы? А как? Ну, откройте. Сейчас получится. Давайте начнем тогда сначала. Как вы думаете, реально, какая ее цена? То есть, вот, за сколько ее можно забрать? С хозяйкой, что надо, да, говорю? С хозяйкой надо разговаривать. А она вообще доступна? То есть, вот того, кто в ПТС вписан, можно как-то... Ну, вы параллельно еще открываете багажник, посмотреть хотелось бы, что там будет. То есть, эту штуку можно, в принципе, на брелок повешать, да, и ходить с ней. Да нет, ну, мы не издеваемся, да, не издеваемся, да, не издеваемся. Ну, мы с долей иронии. Мы просто... Понимаешь, что мы... Мы с долей иронии. Я тоже пытаюсь шутить. А вы-то каким боком продажи данного замечательного автохлама вообще? Я так понимаю, что вы человек приличный, просто так получилось, да? Просто так получилось. О, открыли. О, супер. Просто так получилось, на самом деле. Да, слушай, ну, смотри, она всажена была прям под самое... Тут так конченая она. Вы знаете, я вам честно скажу, нет, потому что... Ну, это капец. Это просто капец. Вот вам, если бы вы, допустим, собрались брать, за сколько бы вы ее взяли? Вы знаете, ее для... Вот теоретически. Выгоняем, внимательно смотрим, пытаемся завести, заводим. После этого можно пытаться как-то говорить о каком-то определении цены. Потому что непонятно, что у нее с мотором, но с мотором, скорее всего, у нее все более-менее нормально. У них... Нет, с мотором у нее нормально. Годами моторы живые. У нее конченый кузов. То есть, об этом, конечно, нужно по телефону предупреждать, что у нее просто конченый кузов. Смотрите, отслойка. Видите, отслойка. Но вы говорите, ржавчины нет. У нее отслойка. Вы случайно не лиса? Я лиса. Очень приятно. Честно говоря, я хотел с вами познакомиться. Мы знакомы теперь. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Мы шли просто с целью показать людям... У меня последний выпуск вышел. Машина за 90 тысяч рублей. Что можно купить за 90? Не отечественное. И народ мне написал, а покажи, что за 90 можно купить отечественное. Показываю. Вот, собственно, мы поэтому нашли объявление. Причем мы не ставили задачу идти по минимуму. Мы вот решили 1000 евро, это сейчас 80. И ровно под самую 1000 евро. У нас был такой стартовый баланс 1000 евро. По аналогии Лена делала программу, что в Европе можно купить за 1000 евро. Я хотела показать, что можно купить за 1000 евро у нас. Пересчете на курс на СССР как раз вот ваши 80 тысяч рублей получаются. Ну, смотрите. В общем, беру паузу. Если что-то придумаю, обещаю, что свяжусь. Хорошо, не вопрос. Вот. По поводу машины, либо нужно ее доделывать, самому заниматься. Но это такой неблагодарный труд. Да, я знаю, что это очень неблагодарный труд. И как бы я знаю, что это за труд. Но я, конечно, сам не возился, но свою машину я делаю сам. Ну, а тут видите, что? По большому счету, ее нужно всю брать. У нее надо салон менять, потому что он конченый. Кто на ней раньше ездил, что он сделал, зачем он содрал боковины, и туда ковролин засунул в боковины. Что с головой-то у человека было? Вы представляете, у него боковина ковролин, блядь. Что он еще делал с этим? Вот правда, что только не видела, но такого не видела. Зачем? Это что-то не ковер еще. То есть, вот эту вот фигню нужно оттуда снимать, боковины нормальные покупать, их ставить. Потом салон конченый. У нее не 20 тысяч пробега, это 100%. Потому что у нее, видели, на стыках седла затертые. Сколько у нее пробег? Нужно смотреть ресурс силового агрегата. Нужно смотреть, что там с коробкой. Скорее всего, передачи уже, если их не меняли во все стороны. Вот так вот разболтные. Я на ней ехал. Все втыкаются, все пробовали. Все включались, абсолютно все включается. Наверное, ремонтировали. Как новая коробка практически. Она, скорее всего, она и есть. Просто, скорее всего, настал определенный момент, когда просто на машину уже поставили жирный крест и перестали делать. Скорее всего, последний владелец был. Наверное, я так полагаю, что все-таки вряд ли ее убивали так планомерно. Ну да. Последние владельцы были женщины. Как по факту она говорит, что ездила не она, у нее как бы есть права. Три владельца. А ездила другая девушка. Ну то есть подавильность. Да, да, да. Вот. И вроде они как обе полненькие поставили спортивный руль. Чтобы удобнее было. Дуры, что ли? Полненькие. Из-за того, что полненькие они спарят. То ли она вас парит, то ли... Ну, может быть. Может быть. То есть... Руль они поставили, я вам скажу, почему. Потому что он затесанный был в ноль уже. Они другой поставили. Какой руль? Ребята. Серьезно? Он есть у вас? Серьезно? Новый руль. Вот он лежит в багажнике. Тогда, знаете, тогда другой вариант. Пацанчик ездил борзый. Судя по тому, что он сделал с бакхакинами, наверное... Вообще слабо себе представляю женщину, которая ездила на пятерке и ставила новый руль. Ну, пошли, короче. У меня даже магнитологи. Только она у хозяйки. Ге-гей. Сможно с музыкой. Да, даже с музыкой. Ладно, все, ребят. Выключаю трансляцию в перископе. Потому что, ну, вы видели. Вот 80 тысяч рублей. Вот мы приехали. Вот что оказалось. Сейчас поедем еще посмотрим. Кто позвонил, третий человек. А он смотрел один. Сразу ушел, да? Ну, он сразу ушел. Почему? Потому что она ему не понравилась. То, что там фотографии не те. А там фотографии еще не те, да? Да. Там не она. А, ну, тут уж, собственно. Ох, слушайте, ну, это вообще жесть. То, что фотографии не те, это подстава. Так не заделать, конечно. Ну, как? Ну, это, по сути, это, получается, разводня такая. Звонят, спрашивают. Я говорю, что такая фигня. Не, ну, понятно. Ну, ладно. А мы, например, не спросили. Но мы же, как бы сказать, не можем догадаться, что это фотографии не те. Ну, фотографии, фотографии. А, слушай, ты же мне показал, я говорю, олялялячка, лялячка. Она, хрен-то, не лялячка. Нет, ну, все равно интересует же это, так сказать. И даже видно, что, да, вишна, как новая, как сохранность идет. Так она, по-моему, обмазалась, так она, по-моему, новая, видимо, и есть. Ну, ладно. Ну, ладно. Ладно, спасибо большое. Мы как-то подумаем, можем ли это во что-то повернуть. Если придумаем, то наберем, ладно? Хорошо. Спасибо вам. До свидания. Удачи. Фотографии не те. Машина конченная. Обычный перекрыт.